Как только вы прекратите на нем сидеть, все вернется и даже с плюсом. Кето-диета это когда мы вводим большое количество жиров и уменьшаем углеводы. А потом это цирроз, а потом это рак. Излишняя жировая ткань никакому здоровому организму не нужна. К чему вы здесь должны быть готовы и какая обратная сторона у такого стиля питания. И тогда вот это самое похудение придет к вам и останется с вами надолго. Друзья мои, я приветствую вас на канале Школа Здоровья и Ресурс. С вами я, Жигульская Марина. И сегодня я хотела бы очень интересную тему затронуть и разобрать. Это диеты для похудения. Сегодня я выберу три направления самых распространенных. Это кето-диета, это диета с ограничением калорий и диета на фруктовых соках. Начнем, пожалуй, давайте с кето-диеты. Почему? Потому что ей приписывают фантастические результаты. И я скажу, что действительно это так. Кето-диета позволяет добиваться иногда фантастических результатов, когда остальные средства бессильны. Но кето-диета или кето-протокол питания это ювелирный инструмент в руках профессионала. И никак иначе. Что вижу сейчас я? Я вижу, что человек, посидев на кето-диете и вроде как даже похудев, и вроде как даже ему стало сначала лучше, через где-то полгода, может быть год, здесь уже у кого сколько ресурсов и сколько организм протянет, он приходит к своим патологиям и диагнозам, которые запускаются, стартуют в момент, когда он придерживается кето-диеты. Почему? Потому что что такое кето-диета? Это когда наш организм переходит на питание кетонами вместо углеводов. Углеводы мы снижаем. И здесь должен быть очень хороший метаболизм. Гибкость метаболизма или метаболическая гибкость, как она называется в нутрициологии, это как раз то, чем большинство людей не могут похвастаться. То есть этим могут похвастаться здоровые люди, и собственно так придумывала природа, когда мы, например, изобилие летнего, осеннего овощей, фруктов, там всяких травок, корешков, и мы всего этого наедались, наедались, а потом вдруг раз, резко начиналась зима, у нас не было доступа к этим продуктам, и мы начинали переходить уже на вот белковые, жировые, там, ну, то есть птички, зайчики и так далее. И организм даже не чувствовал, то есть он легко переключался и все, но так как сейчас мы все с поломанными углеводными обменами, с почти не работающими желчными пузырями, мы начинаем вот это кето-питание, и у нас организм не может переключиться. И естественно, мы можем получить очень существенные побочные эффекты от применения кето-диеты, несмотря на то, что человек действительно на ней может поначалу сбросить вес. Поэтому я бы не рекомендовала без понимания процессов, которые начнутся в организме, без понимания самого протокола кето-диеты и без понимания последствий, какие могут быть у конкретно вот этого организма, я бы не рекомендовала всем подряд просто переходить на кето-диету и на кето-питание. Ну, не каждый может. И смотрите, такой немаловажный момент, который я часто вижу, что люди не понимают, что такое кето-диета. Кето-диета это когда мы вводим большое количество жиров и уменьшаем углеводы, то есть большая ошибка, которую делают люди, это не уменьшая углеводов, они начинают прибавлять у себя жиры, это не кето-диета, это диета с профицитом калорий. То есть кето-диета в том и заключается, чтобы не давать организму углеводы вообще, их снижают иногда до 50, иногда до 20 граммов в сутки, это очень мало. И остальное все это как раз жиры, ну и конечно же белки, белки мы не убавляем, не прибавляем, белки остаются вот как были. Когда люди говорят, что ну как это, вот вы же рекомендуете тоже кето-диету, вы же рекомендуете жиры в рацион добавлять, нет, друзья мои, не путайте, пожалуйста. Мы всегда оставляем углеводы в рационе питания, мы просто постепенно, понемножку прибавляем жиры, ну то есть углеводы мы не снижаем до минимума, и это уже естественно не кето-протокол. Поэтому не надо путать, если вы добавляете жиров в рацион, это не значит, что вы переходите на кето-диету. Кето-диета это все-таки совершенно другой инструмент, когда у нас организм ничего больше не получает, как источник энергии, только жиры, потому что источника энергии у нас только два, углеводы и жиры. Углеводы и жиры мы сжигаем, из белков мы строим, и поэтому, когда мы убираем один из источников энергии углеводы, у нас остаются только жиры, и у организма нет выхода, как переключиться как раз вот на этот кетогенез. Если мы не убираем углеводы, значит у организма есть углеводы, потому что углеводы это самая быстрая, доступная и понятная энергия для нашего организма, и углеводы сгорают здесь и сейчас. Если у организма есть углеводы, он никогда не возьмет жиры, он сначала сожгет все углеводы, поэтому не надо это путать с кето-диетой. Следующая диета, это диета с ограничением калорий. Здесь, я думаю, уже много раз развенчали эти мифы о том, что ограничение калорий, это временное явление, то есть пока вы на дефиците калорий, вы худеете, но организм начинает такой напрягаться, что калорий мало, а это единственный источник его питания, и поэтому он, пока вы на дефиците, он действительно будет там очень выборочно тратить, но как только вы выйдете из этого дефицита, а на нем всегда сидеть невозможно, потому что это плюс еще и жуткий стресс для организма, он начнет накапливать, потому что вдруг опять не дадут. Ну и плюс, конечно, ограничение калорий, это, ну прежде всего, смотрите, вот мы когда спим с вами, то есть мы ничего не делаем, даже мыслигонялка наша не работает, которая вообще больше всего у нас энергии занимает, это как раз наша мыслигонялка. Второй по значимости, это наш акт пищеварения, в общем-то, да, представьте, сколько она забирает у нас энергии. Так вот, когда она отключена, мы спим, не двигаемся, мы тратим 500-600 калорий, потому что надо сердцу биться, надо температуре тела поддерживаться, надо, чтобы давление было, детокс в это время у нас работает, ну и так далее. И поэтому, когда вы ограничиваете калории, организм, естественно, будет забирать первое время из жировых ваших запасов, но как только вы прекратите на нем сидеть, все вернется и даже с плюсом. Поэтому здесь очень осторожным надо быть и не забывать, что, конечно, в это время вам нужно нутритивно-плотное питание, даже если оно будет минимально по калориям, вам нужно обязательно движение, вам обязательно нужно высыпаться, вот прям нормально, вовремя, и понимать, что если, например, вы худеете на дефиците калорий и ограничиваете жиры прежде всего, потому что они калорийные у нас, 1 грамм жиров имеет 9 килокалорий с копеечками, а 1 грамм углеводов или 1 грамм белков по 4 с копеечками килокалорий, и понятно, что если мы уменьшаем калораж, то выгоднее всего это сделать за счет жиров, и оставляем мы тогда только белки и углеводы, но углеводы тоже такая себе история, поэтому оставляем белки, и вот тут, конечно, мы нагружаем все системы организма, потому что, если в вашем желудочно-кишечном тракте не может усваиваться белок по какой-то причине, значит, вы получите себе избыточное гниение этого белка в кишечнике, и все связанные с этим состояния, которые придут к вам чуть позже, иногда мы даже не связываем это, что у нас начинается вздутие живота, у нас начинаются отеки, то есть вот все те прелести, которые потом человек лечит тоже локально, и думает, что ну что ж такое, за что мне все это, ну вот за то, что худела на дефиците калорий. Плюс еще дефицит калорий, это, конечно же, прощай наша гормональная система, потому что в свое время, когда я весила 83 килограмма, я тоже пыталась всякими разными способами похудеть, и вот эти диеты на ограничении калорий тоже были, конечно, в моей истории, и я поняла потом, уже спустя много лет, что вот, в общем-то, поэтому моя гормональная система и попрощалась со мной, потому что жиры это источник для строительства ваших стероидных половых гормонов, и когда вы ограничиваете питание свое по жирам, конечно, ну, будьте готовы к тому, что гормональная система может не выдержать, и вы потом будете лечить множество заболеваний с ней связанных. Ну и третье, мое самое любимое, это смузи или соки фруктовые, которые призывают вас очиститься, это детокс, и похудеть заодно, да, и очень многие люди делают это. К чему вы здесь должны быть готовы, и какая обратная сторона у такого стиля питания, но в первую очередь это, конечно же, удар по вашей печени. Почему? Потому что, смотрите, фрукт у нас содержит фруктозу, ну, там и глюкоза тоже, конечно, есть, но эта фруктоза, она с клетчаткой, она с балластными веществами, она с флавоноидами, она с витаминами, она с минералами, и вы этот фрукт жуете, и когда вы ее жуете, то углеводы у нас обрабатываются во рту преимущественно, выделяются ферменты, которые расщепляют эти углеводы, постепенно они попадают к вам в кровь, и какие-то питательные вещества вы получаете, и не так страшен удар той фруктозы, которая вот из цельного фрукта. Но когда вы удаляете все эти вещества, клетчатку, остаются только сахара по факту, да, балластные вещества, клетчатка, все это уходит, и вы этот сок не жуете, то есть он не взаимодействует у вас со слюной, следовательно, все вот эти вот углеводы, а самое опасное это фруктоза, они у вас моментально попадают в пищеварительный тракт, и следовательно в кровь. Так как глюкоза, она нужна каждой клетке нашего организма, потому что глюкоза заходит у нас в клетку, и мы получаем энергию благодаря митохондриям, которые эту глюкозу расщепляют до АТФ. Но фруктоза не нужна ни одной нашей клетке. Вы хоть раз слышали, чтобы фруктоза заходила там в митохондрию, и из нее получалась энергия? Нет, она вся сразу на утилизацию, сначала нагружает кишечник, и там ломает микробиом наш, а потом улетает в печень на утилизацию. И вот здесь беда для печени, беда. Небольшое количество фруктозы со всеми этими балластными веществами клетчаткой не так страшны, но когда вот пул фруктозы летит, конечно, это нагружает печень. И уже доказано исследованиями, что 2 месяца на фруктовых соках организуют начальную стадию жирового гепатоза печени. Неалкогольный жировой гепатоз печени, он так и называется. Не жиры в этом виноваты. В этом виноваты как раз избыток простых углеводов, и в частности фруктоза, и в частности из фруктовых соков. Поэтому будьте, пожалуйста, осторожны, потому что печень, она у нас не имеет нервных окончаний, и не сразу заявляет о себе. Она долго-долго будет увеличиваться в размерах, будет появляться там соединительная ткань. Сначала вот эти жировые капельки. Что такое жировой гепатоз печени? Это когда в печени появляются жировые капельки. Это то, что печень не смогла переварить ту же фруктозу, и вот она в жирочек такой их запаивает. А потом эти жировые капельки превращаются в соединительную ткань. А потом эта соединительная ткань превращается в фиброзную ткань. А потом это цирроз. А потом это рак. Поэтому не шутите с жировым гепатозом печени и не допускайте его. И это как раз вот та самая фруктоза, которая из фруктовых соков. Это не более чем маркетинговый ход. Никогда никого еще фруктовые соки не привели к максимальному здоровью, особенно в долгосрочной перспективе. Фруктовые соки это всегда краткая история, которая потом оборачивается очень неприятными последствиями. Как рекомендую избавляться от излишнего веса я? Я рекомендую восстанавливать организм, оздоравливать его, запускать все процессы, потому что здоровый организм никогда не будет держать излишнюю жировую ткань. И есть некоторые состояния, при которых похудеть невозможно ни на диете, ни спортом. Эти состояния, конечно же, надо корректировать. Одно из них, кстати, инсулинорезистентность, второе гипофункция щитовидной железы. И это тоже не проблема поджелудочной железы, не проблема щитовидной железы, только лишь. Это проблема всего организма. И поэтому, когда мы настраиваем организм, когда мы подтягиваем углеводный жировой белковый обмен, когда мы настраиваем детокс, когда мы закрываем дефициты, и делаем это все грамотно и правильно и последовательно, с пониманием процессов, такой организм начинает избавляться от жировой ткани, потому что излишняя жировая ткань никакому здоровому организму не нужна. Это депо для токсинов и отдельный эндокринный орган, и поэтому организм ее запасает только тогда, когда чувствует, что мне не хватает, запасу-ка я вот на всякий случай, потому что из этой жировой ткани организм потом может себе что-то там настроить. И поэтому я всегда призываю к тому, чтобы понимать, как работает ваш организм, чтобы настроить все процессы, и тогда вот это самое похудение придет к вам и останется с вами надолго. Самое главное, вы получите хорошее качество тела, потому что я тоже когда-то худела, для меня было самым главным это сбросить жировую ткань, но потом я прочитала где-то, что худая корова не стройная газель. И действительно мы сейчас видим много девочек, которые в общем-то худые, но у них есть так называемое худое ожирение, это когда нет мышечной массы вообще почти, есть косточки и жировая прослойка. Именно поэтому, когда мы видим двух одинаковых людей, например, с весом 55 килограммов, но один из них прям такой вот дрищеватый, можно сказать, да, а второй прям такой в теле, стройный, с округлостями, потому что не цифра на весах играет роль. Играет роль всегда качество вашего тела. И поэтому я объясняю людям, как работает их организм, что нужно их организму, какая последовательность восстановления организма. И для этого у меня есть несколько материалов, один из них это бесплатный трехдневный курс, в котором есть три вебинара, и мы последовательно там разбираем и питание, и желудочно-кишечный тракт, и гормональную систему. Ну то есть много всего, чтобы у вас было понимание. Есть отдельно вебинар по кишечнику, и есть отдельно вебинар про женское здоровье. Для того, чтобы на них попасть, вы можете зарегистрироваться, и сделать это можно по ссылке в описании к этому видео. Я вас жду на этих встречах, где мы будем подробно с вами разбирать, что же надо вашему организму, чтобы навсегда попрощаться с лишним весом и иметь шикарное качество тела.